в общем народ всем привет сегодня у нас я хочу объяснить как вообще подключить view.js какой-нибудь frontend react я сам особо не знаю view чуть-чуть раньше учил сейчас хочу показать как его вообще подключить как он примерно работает дальше я думаю больше там очень много ресурсов если что можете view сами там подтянуть или react на react можете перейти они очень похожи сперва будет react будет view вы должны скачать себе node.js node.js это библиотека для того чтобы вообще все вот эти вот фреймворки джаваскриптовские работали это javascript framework он может использоваться как как backend там тоже если подключить какие-то backend дополнительные библиотеки он сам или дополнительно можно и также он нужен для того чтобы работать с npm npm это проект тоже пакетный менеджер как композер только композер он больше для печки она джесс и npm то есть это это одно и то же это для javascript овских библиотек то есть заходите сюда там node.js.org n давайте буду сразу вам кидать сразу буду кидать скачиваете вот рекомендовать наверно и устанавливаете и у вас всемишки должно npm если версию попросить он должен вам показать у меня стоит вот эта версия сейчас просто после установки после чего вы идете в свой проект вот он наш проект и делайте следующее действие тоже вот это вам сейчас кинул можно было это все в один ставить дайте это все в один ставлю то есть по сути я говорю npm install то есть помощью этого пакетного менеджера игрушки на и следующие пакеты устанавливаю сам пакет view собачка next означает типа установить стабильную версию не последнюю а стабильную последнюю будет у вас здесь лайтест установить библиотеку view.js стабильную версию и к нему идут уже дополнительно библиотеки то есть через пробел я пишу какие еще библиотеки мне нужно устанавливать типа view loader есть для того чтобы ну он такой ядро он используется вот эти view как ядро для того чтобы подгружать компоненты вот эти вот view compilers и все это тоже что-то касательно файлов чтобы юшки могли вот эти компоненты разделенные в разные файлы мы могли нормально работать то есть это все объяснять не надо я думаю бэйбл это вот видите три сразу пакета я бэйбл скачиваю это чтобы есть как бы в джава скрипте есть версии да то есть самой жаба скрипте есть там версия из 6 вроде последний есть 6 2015 года и чтобы все браузеры нормально этот есть шестой понимание окраски view использует есть шестой вариант этого скрипта чтобы браузер нормально понимали вот эти вот библиотеки нужны которые будет там помогать вообще все нормально это переводить это далеко типа для компиляции короче для браузера и есть и у ротора он нам нужен для того что ну будет нужен сегодня не знаю да да мы к чуть-чуть посмотрим его не сильно это чтобы с одного компонента переходить на другой компонент просто как как ссылка короче вот это я все беру копирую давайте вам тоже садам скопируем тоже там это только начало народ как бы только вот как подключить все дела примерно посмотреть как запрос идет но дальше выдал я думаю смело можете уже сами искать фронт-энд какие-то занятия если будете фронт-энд искать сразу лучше смотрите react что я сам хочу в будущем реакцию учить а я чуть-чуть просто смотрел тыкал поэтому чуть не знаю иду сюда вот где мой проект варвелский лежит прям туда и вставлю то есть я хочу сейчас сделать так чтобы view.js он был включен внутри проекта варвел то есть есть один плюс но в общем по хорошему делает в разных пакетах но есть один плюс вот я вам скинул видосики где я загружаю на сервер на хостинг если вы будете таким образом загружать то лучше вот когда у вас будет один проект внутри и ларавел и типа javascript в.view можно и так делаю и он пошел все это скачивать он пошел все это скачивать запись идет все подождем или не знаю паузу сделать я посмотрю если будет долго скачете паузу сделанец все нормально так после того как он вот это скачал по идее у вас в этом у вас есть композер джессон который для варавелла устанавливать вот эти вот зависимости сидела допомните санктум и и так далее а есть пакет джессон который как раз для нода нужен у него здесь появляются краски тут бэбл и шмэбл и лоудеры сам вьюшка сама аксиус если здесь какие-то версии будет у вас не последние то я думаю с помощью н ну тут он появится знак типа обновить вы обновить вот походом последние все установил теперь я чё делаю теперь нам нужно это все дело подключать мы идем сперва смотрю сперва я смотрю 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 вот это вот в печке где у нас руты в печке вот смотрите любой запрос вообще здесь можно было что-то типа вот этого да ладно любой запрос я буду ловить только одним вот этим вот велкому велкам блэйп печки то есть это шаблонный шаблонный блэйп печки файл я пока не правил говорю про пивы то есть по сути вот так идет запрос идет на какой-то там скажем на какой-то путь будь это слэш или не слэш сейчас давайте попробуем если не получится короче идет запрос его подхватывает laravel вот этот велкам блэйп печки он у нас вот здесь мы его даже не трогали в ресурсах юшка велкам будет мы здесь не стали помните этот блэйды делать потому что мы здесь чисто начали растопи этим постманом сразу и в этом блэйп печки вот здесь внутри мы будем запускать вот этот юджис уже внутри печки вот этого как бы стима файла якобы да будем внутри вид же запускать так и делается я для этого давайте все лишним уберу здесь шиши 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 шишик все уберу оставлю body стиле все уберу потому что стиле они там внутри вшиты и в этом идут во вью можно там включать это все здесь напишу лара в его view просто да для тайтла так что еще здесь нужно сделать здесь нужно теперь подключать нам подключать нужно короче есть такая вещь как вебпэк кстати тоже вот по умолчанию идет вебпэк это модуль для того чтобы собирать javascript в каком смысле это говорю он короче делает вот что вообще вот это вам нужно понять давайте долго пока сейчас мы будем все вот эти view view темы вообще view файлы да всякие все что касается view мы будем делать в папке ресурсы ресурсы в javascript я будет здесь здесь как раз таки app.js bootstrap.js вот они появились или они уже были может типа подготовлен но это для вьюшки как подготовлен для react или там для вьюшки вот эти два файла и все что я буду писать там что касается касательно view я буду класть сюда в ресурс.js но это будет написано как бы языке view на языке javascript но как бы на вьюшном варианте да то есть это будет view там у нас будет даже файлы . view и так далее это будет не чистый javascript он будет смешаны но для того но как вы понимаете наш браузер понимает чистый javascript то есть он вот эти view view все не понимает и как раз такими вот мы вот эти вот файлы которые я буду создавать вьюшные файлы я буду компилировать типа ну нормальный вариант буду компилировать и закидывать в папку паблик в паблике сейчас он это сам за это хочу вам показать то есть все что я делаю в ресурсах все вот эти view файлы он будет на понятный javascript переводить и закидывать в паблик это делает вот как раз таки ваш вебпак вот он уже готовый стоит я его даже не создавал ну вы посмотрите вроде у вас тоже должен стоять и в этом вебпаке вот он как раз таки говорит есть тоже такая видите здесь куча всех этих всяких библиотек есть такая библиотека микс который делает что за вас он берет этих ресурсов же внутри папки gs берёт ap ap js сейчас мы дополним этот ap js и кладет в пабликов skit папку джест внутри то есть public вот папка public внутри создать папку gs и туда кладет короче app js и то же самое он с ресурсами берет css файл наш и кладет в паблик папку css внутри короче внутри папки css внутри паблика вот это он за сделать единственное чтобы он понимал что это вьюшные файлы то есть не react не там не агуляр я здесь добавлю . view такой есть метод то есть из этих вот ресурсов бери из этих ресурсов бери и как бы понимая что это вьюшные такая есть ну это вот эта тема она випаковская это не для нас понимая что это вьюшные темы и переводи короче в нормальный короче нормальный о чем здесь поменялся следовать обратно все верну 4 испортился а все правильно да enter . да и переводи их короче чу за фигня . в июл все сохрани чтобы ничего не было вот и переводи их как бы знаешь что это вьюшные как бы компоненты переводи их в нормальный javascript и так далее но css css он сам по себе будет переводиться он не касается javascript а я вью говорю именно про вот это вот окей сюда поставлю после него типа вот здесь после него типа вот так типа это вьюшные вещи javascript а это просто css который нужно перевести и все сохраняю закрываю в пак теперь мне нужно то что он скомпилит и закинет в паблик подключать у себя здесь по сути вот этот апджи все что он вы должны понимать вот это что в этот то что он вот это все скомпилит скомпилит с ресурса об джес и закинет в паблик джес и там будет файл он будет называться тоже папа джес внутри папки джес вот здесь паблики и вот этот внутри паблики а папа джес это и будет он этот javascript файл будет включать все компоненты все что нам нужно от вью джес то есть в одном файле javascript у нас будет все и компоненты и вся логика вьюшная там будет и по сути нам нужно его здесь включить вы в этом был компонент печки и мы его включаем мы говорим линк к включить именно ну у блэда есть своя тема как включать вот эти вот файлы внутрь паблика папки внутри папки паблик то что бабли когда то папка куда имеется доступ когда вы на сервер будете заливать он будет иметь доступно вот эти паблик папки ну тут доступ можно там на что-то закрывать использовать этот робот сдали какие там почитать и я говорю link real style sheet и подавать style sheet подключим я говорю хрев так так ну это помните да это блэдовская тема чтобы именно подключить файлы внутри паблика есть такая функция называется asset это не джаваскриптовская не вьюшная тема это ведь тема блэйда ассет он понимает что-то в папке паблик надо искать и вы говорите ассет нужно подключить внутри паблика у нас создастся файл папка js и внутри джесс подключить типа ой подожди css это же css это же style sheet css слэш а папа css его сейчас нету но мы когда сейчас запустим он создастся вы увидите и также мы должны подключить не только css но и этот ну и скрипт скрипт это самое главное там лежит вся логика view его нам нужно и подключить его подключать как модуль у скриптов есть тип модуль но я думаю это не прям так важно но не знаю все таки подключать может есть какая-то логика я говорю src это же игра это ассет ассет и в папке js внутри паблика внутри джесс будет app js вот как раз таки в этом файле вся логика короче ассет это просто что и говорите дефор желательно дефорит значит этот скрипт подключай фоновом режиме типа фоновом режиме подключая пока грузится весь контент и тогда а потом типа запускай когда все загрузится в конце хоть свое тоже есть это тема джаз как ну когда ты подключаешь скрипт вот мы считаете типа подключили все но одно дело что мы подключим этот как библиотеку да то есть как готовы наши компоненты там зарисовки мы это типа мы подключили в джесс все компоненты но одно дело подключить другое дело их использовать то есть мы должны мы это будем использовать в не создам девку с айтишником тут можно любой айтишник я сейчас в другом месте скажу все что ты типа здесь подключил весь view как бы вот эту вот логику засуни в тег то есть внутри body в какой-нибудь тег где айди является app то есть вот это вьюшная тема все компоненты будут показаться внутри этой девки это я сейчас напишу пока не написал пока не не связан теперь я иду куда в блэйде вроде все теперь я иду в app js app js и здесь нам нужно немножко попотеть так давайте подумать о чем можно сделать сперва можно сделать view компоненты давайте кстати с первого view компоненты сделаем чтоб чисто проверить у нас должна быть то есть все должно быть вот здесь внутри ресурса js я создам папку компонент и здесь создам по идее у нас должна быть основная компонента который будет подгружать другие компоненты сейчас я давайте вначале будем делать потому что здесь кстати в этом печки шторме есть такая вещь что ты можешь сразу создать view компонент вот здесь и напишу app . ну а папа и все он создает файл app . view то есть видите уже пошли вьюшный файл который нужно компилить и засовывать javascript потом в конце так здесь у нас есть template сейчас давайте пока это все пустым оставим ничего делать здесь не будем давайте я создал несколько компонентов потом объясню зачем это все например файл и еще одна компонента создаем скажем индекс которым индекс компонентки у нас будет app это главный компонент который будет включать все остальные компоненты сейчас я это проговорю раз индекс это компонента который будет просто показывать список скажем у нас что там посты список постов мы с базы прям вытянем нажав пишка как раз готовы мы список постов вытянем и здесь он должен быть показать индекс view он будет для этого для списка и скажем еще один какой-то компонент создадим числе того чтобы показывать как можно между компонентами гулять скажем создадим какой-нибудь крик и давайте компонент покреет пост но мы креет не не будем делать это уже дальше сами посмотрите это будет очень долго у нас будет главная компонента а папа индекс и view ой индекс и крик рейта типа компонента где будет формочка где можно создать типа пост да это можно шоу создать компонент еще который будет один только пост показать и тогда иди там и всему все подобное вот теперь это компоненты компоненты которые нужно будет подгружать с индекса можно уйти на create это как у нас то есть можно индексом пока список а мы можем нажать на кнопку create и уйти в эту компоненту из индекса перебраться и так далее но все эти компоненты будут подгружаться внутри главной компоненты а папа view окей сейчас это я в коде когда напишу вам будет понятно я объясню теперь одно дело написать компоненты другое дело помните у нас в этом в blade мой в ларвеле есть этот road у нас роут уже были в ларвеле в ларвеле вот рот типа типа если пойдешь на такой-то где идешь такой-то контроллер прикол в том что в здесь во вьюшке есть тоже понятие road то есть чтобы с индекса уйти на create ты должен обратиться конкретному роуту маршруту на фронте и здесь роуты создаются в отдельно файл называемым давайте его создам не в компонентах я его создам здесь потому что это такой конфигурационный файл javascript файл кстати где у нас gs javascript файл назовем его roads roads .js и в этих ротах мы как раз таки должны включить все вот эти компоненты пути настроить короче роуты все настройки и на индекс чтоб как переходит и на крейкам переходит вот и для этого давайте начнем потихоньку писать нам нужно сперва за импортить два метода два метода здесь можно импортить как методы так и компоненты то есть функции и компоненты можно им подключать я говорю импорт есть такие компоненты как кри кри то есть методы функции по и просто просто функции create router и еще одна функция create веб-history две функции мы это подключаем без библиотеки view рота который помните мы скачивали и вот так и же sony вот этот view router который нужен для того чтобы перепрыгивать от одной компоненты в другую на типа как ссылки это как ссылки по идее работы и мы его подключаем с библиотеки view это 222 функции сейчас мы их будем использовать create роута для того чтобы создать типа саму саму систему маршрута вообще саму он то есть все маршруты можно создать помощью метода create рота create веб-history это такая фигня типа чтобы между когда ты ссылки на ссылку переходит чтобы это как-то в истории запоминал запоминал сейчас я это покажу но нам теперь нужно за импортить наши же эти вот эти вот компоненты а папа главную компоненту индекс и create чтобы на них настроить маршруты я говорю create индекс здесь кстати название любое но я называю так же как называется компонент from то что это значит я типа на одну папку выше да я сейчас же в road стою на одну папку выше прыгают то есть на gs а нет 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 то есть в этой же папке захожу в компонент смотрите в этой же папке захожу в компонент и подгружаю индекс вот так подгружается это я реально беру беру название компоненты то есть путь для ряду компоненты а здесь я ему название даете любой по деле будет можно дать но я даю такой же каким называется чтобы не путаться и импорт давайте сперва за импорте вообще а папа папа компонент а папа view это который главный компонент там индекс и потом криви давайте create from компонент с 3 компоненты подключил то есть подключил нужные мне методы чтобы те рут создавать подключил компоненты компоненты и говорю минус вообще роуты делаются так типа конст то есть не меняющийся объект роутер равно я создаю с помощью метода create вот этот метод мне как раз и для этого нужен был create роутер я создаю и здесь я кидаю какие-то . . здесь я кидаю эти настройки внутри то есть по сути можно вот так оставить но без настройка причине будет здесь я даю настройки метод создает мне объект вообще маршрутов и этот объект маршрутов я буду хранить здесь в роутере мне но здесь нужно дать какие-то настройки какие настройки во первых их я говорю всегда так делают для того чтобы создавать историю ну и 100 запоминать историю перехода и так далее create веб-history вот этот метод create веб-history которая тоже подключил игру create веб-history и вот это я просто запомнил какая-то настройка envy и вот даже здесь не не видит но так работает 2 я здесь должен дать массив как раз таки маршрутов типа если ты на слышь там slash create перейдешь то переходи на вот эту типа и тогда здесь я должен дать ему массив но давайте этот массив тогда чуть раньше создадим то сюда я должен от массив маршрутов да значит этот массив не нужно создать и как тоже не меняющийся константный массив roads назовем не роутера roads уже по пути и это будет массив java скрипте массив вот так . запятой и здесь вы через запятую перечисляете ваш рот то есть каждый рот в отдельном фигурной скобки вот здесь как объект каждого как объект у нас всего два роута по идеи да у нас же а папа нет папа не надо он будет просто основной такой кстати он и не нужен был здесь тогда а папа не для того чтобы сушить на него чтоб перри переходить а папа вам вообще самый главный компонент который будет все внутри включать туда не надо и тогда здесь мы пишите если кто-то перейдет по пути вот как раз таки призывает говорите по какой пути например если это будет слышь просто в браузере вы набираете просто там слышь тогда переходи народ к я пишу компонент тогда ты должен перейти на компонент этот индекс название пишите вот если ты давайте копирую теперь если ты перейдешь скажем на то я скажем create то переходи на компонент укрей и вот этот вот массив roads я должен сюда просто передать вот так , сюда передается массив из вот этих составленных маршрутов типа какой путь на какую компоненту переходить если коротко объяснить так дальше дальше я должен теперь в javascript есть такая вещь если кто подключает этот файл road.js я ему должен что-то ему кинуть типа если кто-то подключает этот road.js то не просто вот эти вот объекты создания я должен ему что-то вернуть типа экспортнуть экспортнуть тому кто меня подключает кто подключает этот road.js и поэтому пишите export default по дефолту поэкспортируй если меня подключит вот этот объекта роутер то есть тот кто меня подкручит он сразу же получит этот объект роутер и можете по у себя его использовать а этот роутер объект он включает ну это просто настройка history а он включает внутри как раз таким массив этих рот нам по сути этот объект роутер кто его подключит он будет понимать какие роуты есть и как туда переходить в общем если так кратко говорить теперь теперь мы должны вот что сделать мы должны в аппп мы кстати сейчас вот этот роут возьмем себе давайте может сразу это и сделаем в аппп.js так если мы так сделаем если мы так сделаем нет давайте сперва лучше сделаем аппп.js чтобы понимать сейчас мы вот этот роут.js по идее вот эту вот саму то есть наши маршруты мы будем подключать в аппп.js вот здесь аппп.js это главный файл где вообще идет связь между laravel и view view вообще view view.js то есть в аппп.js я сейчас в конце подключу и роуты подключу и подключу аппп.view который внутри будет держать все компоненты короче и так далее то есть эта связь как раз таки единственный файл который связывает view и laravel но к нему пройдем чуть в конце не в конце а после вот этого аппп.js аппп.view что он делает это по идее тоже компоненты это компоненты главная самая главная компонента кстати любой компонент view.js состоит из трех вещей это template template это ваш просто html шаблон там и тогда это стили вот внизу если ты хочешь чтобы в этом у тимплейта у него были свои стили пожалуйста и скрипт вот как раз таки вся логика будет в этом скрипте какие-то методы какие-то данные то есть у любого любой компоненты могут быть не только методы логика ну и плюс еще данные могут быть типа список там постов список юзеров или там один юзер может быть да если это у вас компонента с типа там шоу который показывает только один пост то у него в дата будет то есть в данных будет именно один пост то есть перемены который будет содержать держать один пост например и методы будет типа методы в основном здесь что делают в компонентах в основном они нужны в основном будет методы который будет с опишки тянуть данный как раз у нас опишка готова вот здесь мы что говорим здесь мы можем пока в темплей закинуть вообще когда ларавел зайдет на то есть мы когда в этом браузере наберем просто локал хостом 8000 слэш и enter нажмем он перейдет же сюда в в перекинет его ну то есть в рот рот перекинет его на в волкам блэйт печки волкам блэйт печки сам по себе вот он волкам блэйт печки сам по себе подгружит на подгрузит наш этот ap gs где все компоненты кстати будет лежать вот эти а индекса папы все роут это все будет лежать внутри а папа джет все что еще пишу он вот это подключит и вот это все мы сейчас скажем еще не сказали чтобы он вот этот все компоненты view до всю эту фигню короче закинул в эту в эту девку внутри и по сути внутри мы увидим то что мы сейчас настроим с вами вот здесь но мы не сказали еще что он должен показать это мы здесь в apg скажем теперь здесь кстати вот я сейчас здесь когда он покажет когда он ну короче что в первом типе первым делом в первым делом или первым делом что он сюда закинет он закинет наш app view это я еще не сказал ему но еще скажу я скажу здесь внутри когда ты вот этот весь весь как бы всю логику в югу закидывать я скажу первым делом это не здесь говорить это говорится вот здесь в apg я говорю первым делом загрузи app view app view то есть первое что вы увидите из view это app view и здесь мы должны создать по сути этот здесь мы должны создать по сути типа менюшку чтобы переходить между индексами create то есть app view он будет таким главным да есть одно правило внутри темплейта в компонентах внутри темплейта у вас должна быть только один тег и внутри этого одного тега может хоть сколько тегов быть то есть корневой так должен быть только один например дивка есть такое правило было не знаю сейчас есть или нету но год назад было вроде здесь мы можем давайте создадим просто навбаром чуть-чуть покрасивее сделаем он кстати вроде сам по себе подключает сразу bootstrap каким-то образом если не подключить сейчас попробую подключить и здесь я ему скажу дам ссылки ссылку на индекс чтобы мог переходить и наклеить здесь я ссылки делаются не это самое не как вам сказать давайте каждую ссылку в отдельный дефо также у нас же только две ссылки на и в тиф в view ссылки делаются не так что ахрев и тогда нет здесь для ссылок используется такой так называемый специальный роутер link вот такой то есть он грузится как раз таки с этого view роутера с библиотеки которые для того что то есть все что ты закид роутер link это по сути есть ахрев но в южный вариант вариант view ты гашь роутер link и ты гашь ту типа куда он должен вести равно и например слышь то есть когда он зайдет в слэш а когда он нажмет на этот роутер link он зайдет слэш к если он зайдет слэш то куда мы его закинем так они это этот сорсер считать им что индекс был так напишу году индекс печь типа идти в индекс печь и вот эту фигню еще раз копирую сейчас я объясню и скажу иди в крей печь за один урок это нереально как бы сложно но я вам хочу в целом показать картину максимально пытаюсь объяснить вот эти вот то что я вам сейчас за час пытаюсь объяснить объясняется по идее там за неделю как минимум до за 3-6 10 уроков и т.д. не пытайтесь все это сразу понять в общую логику пытайтесь понять чтобы дальше вам если интересно дальше чтобы вы могли легко здесь смотрите в чем публиков здесь я напишу креида этот если ты нажмешь сюда он пойдет на слэш если ты нажмешь сюда он пойдет уже наслышкой а какую компоненту подгрузить он уже будет смотреть в рутах то есть если ты пошел на слышь крей он пора подгрузить компоненту крей который он возьмет отсюда понимаете он сам это все будет делать. Вот такая вещь в роутах. И когда он возьмет вот этот компоненту, например create, где он будет его грузить, то есть ты нажал сюда на create, на вот это нажал, он взял эту компоненту, а куда он эту компоненту закинет? Куда он его подгрузит? Чтобы он его подгрузил, ты должен создать для него место для этого, для компоненты. Понимаете, да? То есть ты нажал, он взял компоненту, теперь говорит, а куда тебе его вставить? Типа сюда, вот куда вставить в template. Ты говоришь, вставь его мне сюда. И специальный тоже тег называется router view. То, что router link компоненту грузит, вставляется в router view, вот здесь. То есть если я нажму index page, он сюда подгрузит index page. Если я нажму create page, он сюда подгрузит create, короче компоненты и так далее. Вот такая логика немножко странная, но когда вы будете там реакторами или другими вещами занимать, вы будете немножко привыкать. Реактор, кстати, не сильно отличается, так что логика одна у всех там, потому что ангуляр и так далее. И здесь там, здесь нам ничего не надо. Вот этот app view, он как главный существует, он для того, чтобы вот между этими, между роутами гулять, между компонентами гулять. Здесь, кстати, можно было там стиль написать. Давайте я быстренько стиль напишу. Новбар. Уизвинись. Новбар. Так, display flex. Justify content center. Align item center. Align item center. Так, это у нас это background color. Background color. У нас будет белый, ну какой-нибудь такой без разницы. Border bottom надо. Border bottom. Скажем, 1 или 2px solid и какой-нибудь серый такой типа. И давайте еще вот это напишу быстренько. Новбар. Внутри дивка. Внутри новбара, если есть дивка. Я специально вот эти вот дивки заверну, чтобы вам было видно сейчас. Внутри новбара, если есть дивка, чтобы каждый дивка друг от друга немножко отходило там. Паддингами, да? Паддинг. Паддинг. 10 пикселей, 20 пикселей. Imagine. Imagine. Скажем, 5 пикселей. Ну, чтоб более-менее видно было. Теперь, окей, смотрите. По сути, мы сделали роуты, настроили маршруты. Пока не использовали, но настроили. Компоненты создали. Кстати, давайте в компонентах напишем, чтобы было понятно, что это create page. Create company. Давайте напишу компонент. Это create component. А здесь напишу, что это пока индекс компонент. Чтобы понимать, что подгружаются компоненты. Понятно? Что все правильно мы настроили. У нас есть компоненты, у нас есть роут, у нас есть апп, которые, типа, если его подгрузить внутри блейда, welcome blade, да, типа, то как раз таки можно гулять по этим компонентам. Самое главное подгрузить апп.view куда-то в этот blade.php. Теперь мы это и будем делать. Чтобы внутри вот этого, я скажу, внутри вот этого апп, подгрузи как раз таки апп.view. Внутри айдишника, дифки с айдишником апп, подключи апп.view. Это делается в нашем как раз таки главном файле апп.js. Теперь его будем настраивать. Настраиваем его. Bootstrap он подключает. Bootstrap, кстати, это такая тема. Вот здесь это не тот bootstrap, который вы подумали. Здесь он подключает такой класс, как Axios. Еще есть loadash какой-то. Не знаю, что за loadash. Самый главный, он подключает Axios. Axios как раз таки нужен, чтобы делать запросы на back. Сейчас мы будем делать один запрос мы с вами сделаем. Здесь в апп.js я теперь должен все это соединить. Типа все, что там было во view, соединить и закинуть это сюда. Для этого я импортирую. Есть такой метод create.app. Самый главный метод, он лежит вот в библиотеке view. С помощью этого метода мы вообще создадим объект вьюшки. Создадим объект вьюшки и можем его куда-то закинуть. Все, что мы до этого делали, это мы компонент создавали, роуты создавали, там настройки все дела. Теперь нам нужно создать объект самого view и этот объект закинуть внутрь blade.php, чтобы он там работал сам по себе. Но это метод create.app и импортируем наш апп from. Сам главный, короче, наш компонент, который нужно подгрузить. Он сам дальше все остальное подгрузит. Остальное можно не включать, потому что апп включает остальные компоненты. И нужно подключить, самое главное, здесь наш роутер. Ну, название тоже без разницы. Могу роутер, могу нет. From. Наши маршруты. Роутер сейчас. Вот. Теперь нам нужно это все засунуть в наш. Мы говорим, мы говорим, создай апп. Create.app я сюда должен передать главный этот, главный компоненту апп. Вот он у меня. Вот я его передаю. То есть создается объект вообще вьюжного приложения, который начнется с главной компоненты, который в первую очередь подгрузит наш компоненту апп. Но дальше он будет использовать наш объект роутер. Помните, да, кстати, роутер, он подключается от сроут.js, где мы экспортируем объект роутера. То есть объект, который хранит все вот эти маршруты. Он будет использовать все маршруты. И есть такая функция, как mount. Mount он. То есть все это берет и как бы... А, типа mount. Куда мы это все засунем? Типа, да. Mount, пойдите, типа это, собрать все это дело. Собрать, поднять и так далее. Но здесь внутри mount как раз таки можете сказать, куда его засунуть внутри вот. Внутри вот этого, где мы подключаем еще view внутри blade.php. Мы должны сказать, что ты должен засунуть его в тег с айдишником апп. Ты говоришь, айди это у нас, как все соседи, это у нас решетка. Вот так пишите. Нет, это нужно написать как строка. То есть вот, подними приложение, начни с главной компонента апп, подгрузить в первую очередь его, используя вот эти маршруты. И все это дело, как бы весь этот объект view.js должен находиться внутри тега с айдишником апп. Теперь, теперь попробуем все это сделать. В первую очередь это все сейчас находится у нас в ресурсах, помните? Нам нужно это сделать так, чтобы он скомпилил и закинул это все в public.js. Для этого я открываю наш этот и капюшу npm run.dev. npm run.dev. Все компилить. Все, он пошел компилить. Вот, он говорит, Laravel mix build successfully. То есть нормально забилдился. Он по сути взял то, что я в начале показывал этот webpack и этот mix. Он вот это все взял, gs закинул public.js, css, public.js. Если мы идем сейчас в public папку, где папка, вот, у нас создали css, gs, css у нас пока пустой, мы там еще не писали у нас. И gs, видите, если тут открыть, тут фигня какая-то непонятная. Просто он здесь что делает? Он всю вот эту настройки, маршруты, компоненты и все, что касается вот этой вот вьюшной темы, взял и перевел в нормальный javascript тему. Здесь, если мы даже попробуем посмотреть наш create view. Ну, create здесь дофига методов. Давайте не create, а индекс. Нет. Хочу просто понять, есть ли что-то, что я писал там во вьюшка, да, что там. Индексов у нас тоже дофига. Есть такой понятий, как компоненты. Это news set. В общем, это даже понимать, я думаю, особо не надо. Потом, может, со временем, когда вы будете уже хорошо понимать frontend. В общем, он что сделал? Он все, всю мою фигню, всю библиотеку, все вот эти компоненты, роуты, все засунул в 1.js. А этот js я что делал? Я у себя в webblade.php, я его просто тупо подключаю. Public, типа, в папке public.slash.js.slash.app.js я подключаю. И все. После того, как я, то есть, когда вы, когда вы меняете что-то во vue.js, вы должны сделать npm rundev, чтобы он его все в паблик закинул, все изменения, а потом запускать Laravel. Но есть такая фигня, там, посмотрите, все, кто учит vue.js, они там что-то подключают. Типа, если ты меняешь, он сразу же сам npm rundev запускает. Это я сейчас делать не буду. И теперь я говорю php artisan. А, давайте, php artisan.surf. Заходим. Вот народ. Сразу же сделали. Мы сейчас сидим в индекс-компоненте, потому что мы у нас типа слэш. Пойдем мы, в основном, все это окутано в app.view. И внутри app.view подгрузился индекс-view, потому что мы сидим сейчас типа в слэше, да, как будто вот так, в слэш-сети. Я когда говорю на create-page, видите, create-компонент подгружается, индекс-page. Народ, вот это single-page application. Когда вы переходите между страницами, вся страница не перезагружается. Только подгружается внутри вот этого окна, внутри браузера. Не подгружая страницу, подгружается только контент джаваскриптовский. Это single-page application. То есть, окей. Видите, она, вот эта вот вещь, типа она не делает, типа вот так, что она не обновляется, она не переходит с одной страницы на другую. Она стоит в одной странице, и внутри только меняется контент. Это называется SPA. Single-page application. В общем, у нас вьюшка работает. Единственное, давайте теперь сделаем так, чтобы он просто подгрузился в опишки что-то. Это мы сделаем в нашем view.js. Ой, индекс. Давайте все это закрою. То есть, остановлю проект. Это я сделал в своем индекс-view. Иду в компоненты, индекс-view. И попробую эту компоненту сделать. Вместо индекс-компонент, давайте мы сделаем здесь, типа, какую-то табличку. По-быстрому. У нас будет, кстати, бутстрап подключился или нет? Ну, давайте, ладно, без бутстрап чисто так. У нас будет table. У нас будет table. У нас будет t-head. У нас будет t-body. А в t-head у нас будет... Сколько у нас там этих? t-r. t-r. Сколько у нас там данных title есть, контент есть у поста, да? Посты подгрузим. t-h. ID. Ну, давайте, пофиг ID. Хотя ID не показывает, но если что, уберете. Title. Content, скажем. t-h. Content. Вот эти вот три вещи подгрузим. У нас теперь идет t-body. Здесь идет тоже. Здесь, кстати, нам нужно сказать. Здесь, по идее, нам нужно уже обращаться к данным, которые подгрузились. Теперь смотрите. Идем сюда. Вот в скрипт. То есть, место компонента, где вся логика происходит. Где и данные лежат этой компоненты, где и методы лежат. Вот у него имя заданное, я говорю, запятая. Имя, окей, там у него имя, индекс, ладно. Запятая. И здесь начинаем писать. Есть, у нас будет типа data. Data, он идет как метод. То есть, когда кто-то вызывает дату, я должен ему вернуть. Я должен ему вернуть какие-то данные. Массив данных. Вот так. В JavaScript вот так делается. Это TypeScript, типа там. Ой, не TypeScript, сори. JS там. Какой там. Есть шестой и так далее. Так все пишется. То есть, у нас здесь, когда кто-то вызовет data, метод data, я должен вернуть ему, по идее, объект со всеми данными. Не кто-то вызовет, а это вызывается именно в компоненте внутри. И когда ему данные нужны будут, я должен ему вернуть объект с данными. Но из данных у меня будет только posts. Ну, вы можете по-любому назвать. Я назвал posts. Это будет массивом. Пост, который будет, пока он пустой массив. Мы сейчас сюда подгрузим с бэкэнда данные. Окей. Так, это только дата, это только данные. Теперь мне нужно создать методы. Методы, как раз таки, которые будут грузить это все. Методы вы создаете не как функцию, да, как дата. Метод это просто список методов. Их может быть много, но тот, который ты вызовешь, тот, типа, только сработает. И у меня метод будет, как назовем, типа, getPosts, типа, достать все посты с бэкэнда. И тут немножко такая логика. Смотрите, вот как раз таки, помните, я вам говорил про Axios, который он подгружает в Bootstrap.js. Он подгружает в библиотеку Axios и закидывает в Windows Axios. Аксиус, как раз таки, мы будем подгружать. Я говорю Axios. Можно get вызвать, если ты хочешь сделать get запрос на опишку. Можно сделать пост, как если ты делаешь пост запрос. Мы делаем get запрос на опишку. Здесь пишется URL. URL, у нас, помните, называется он... Где у нас сейчас? API, PHP. Давайте, народ, этот API ресурс, он же у нас закрытый под авторизацию, под аутентификацию. Мы его закинем сюда, чтобы он нам тянул сейчас. Окей. И не забудем сделать API Artisan Optimize. То есть, чтобы я мог тянуть, кстати, вот это тоже убил, не онлайн-индекс, а все вот это, еще раз. То есть, чтобы без этих тянуть данных. У меня называется API, если помните, API Slash Posts. Мы в этом, здесь так делали, да, вот, API Slash Posts. В Postman. Я говорю API, API Posts. Делай get запрос на API Posts. И потом пишите точка и zen. Давайте чуть ниже, ниже спущу. Точка zen означает, когда мы уже получим ответ. Когда получите ответ, этот ответ подгружается в вашу вот эту... Какую переменную можно назвать, хоть как можно назвать. Обычный вот называют res. Подгружается в переменную res. И далее мы делаем следующее. Вот так. Вот такая, как бы, в синтексе вот такой типа. Ты просишь у него что-то, он тебе грузит внутри вот этого zen сюда, в res грузит. Когда все загрузится, мы делаем следующую функцию. Это вот стрелочная функция, называется в JavaScript. Мы делаем следующую функцию типа в наш... Dys. Dys это наш компонент. То есть, по сути, я обращаю, я хочу обратиться к посту. Я говорю, в мой массив пустой пост. Загрузи, загрузи. Из res, res это ответ, который не прошел. По сути, я могу сейчас вам показать. Давайте даже покажу. Вот это пока, вот так делаем. Давайте просто посмотрим консоль. Log res. Посмотрим, что прошло в res. Потом я буду подгружать. Zen, там тот-то, Zen заканчивается. Вот это не надо. Вот это точка здесь. GitPost не надо. И вот это не надо. Давайте просто проверим. Проверим. А, когда мы этот GitPost, кстати, вызовем этот метод, его же надо вызывать. Давайте вызовем его тогда, когда создастся вообще наша компонента. То есть, вы можете почитать в реакции, в view вроде одинаково. Есть жизнь, жизнь life cycle of component, типа жизнь компонента. У него есть самый первый способ. Это сейчас я просто покажу, что у вас было. View life cycle. А, вот hooks, hooks называется. Хуки говорят. На русском тоже говорят хуки. Вот, вот. Перед тем, как компонента вообще создастся, она переходит, проходит стадии. Сперва, но вот это слишком детально не надо смотреть. Короче, первая стадия, это когда он created, когда вообще компонента создана. Следующая стадия, это когда mounted, mounted, это когда он уже, mounted случается после того, как подгружается дом, деревья. Вот эти вот, как я помню. Haspare Compiled Template. То есть, сперва создается компонента, стадия created. Потом, когда подгружается вот эти дом элементы, HTML, все дела. После этого он переходит в стадию mounted, типа, коротко себе говорю. А потом там какая-то логика происходит, ты там что-то делаешь, кликаешь, там все дела, работает пользователь. И после того, как ты переходишь на другую компоненту, он переходит на стадию mount, типа, уж исчезает. И нам нужно на стадии created вызвать эту функцию, когда компонент создается. И ты прям пишешь created. Вот в стадии created, я создаю функцию, я вызову функцию. Здесь, здесь надо ко всем, если ты находишься в этом скопе, ты должен, чтобы вызвать у этого скопа вещи, или у этого, ты должен через is обращаться. Типа, у этого компонента вызови getPosts. Понятно, да? То есть, когда компонента создастся, вызовется сразу этот хук, называемый created, и когда он вызовется, я сразу же подгружу, вызову getPosts. GetPosts мне должен вернуть, достать какие-то посты, которые я не подгружаю никуда, просто в консоли хочу посмотреть, как они все работают. А потом мы сделаем, чтобы они сюда подгружались. Вот это, после изменения, опять же делаю rundev, я загружаю все в паблик, это я сейчас вручную делаю, вы можете это настроить, чтобы он автоматом делал. На каждое сохранение у вас просто тут будет вылазить, воровал микс, типа он забил, был. Потом я делаю... PHPArtisanServe. Заходим сюда. И смотрим, идем код, смотрите, это же уже я в индексе нахожусь, я уже зашел сюда. Вот, мне прислался объект. То есть, res это объект, внутри которого есть data, внутри которого есть data. То есть, видите, мне нужно внутри res зайти в data, потом еще раз зайти в data, и тогда я получу массив моих постов. Караган, да, все дела. То есть, у меня работает все. Дальше я делаю что? Я говорю, возьми из этого res. Возьми, ну, он... Front-end его так дают данные, заворачивать, заворачивать. В res зайди в data, зайди в data, и... Ну, если я два раза в data зайду, зайду, он мне даст тоже массив. Этот массив я закину в свой пост. И уже из этого поста я должен его вывести сюда, в HTML-ку зарендерить. Типа, да, сюда. Окей, я это говорю следующим образом. Типа, здесь нужно сделать for. Есть такая фигня, как v4. Давайте вот так делаем. Трэ. И вот эта же трэшка будет же повторяться для каждого поста. Для каждого поста будет трэшка. И внутри там тдшки с данными. Я говорю, для этой трэшки я говорю v4. Типа, для каждой трэшки. Ой, то есть, v4 равно, скажем, post in. Здесь in, да, пишется, говорит, posts. Смотрите. То есть, создай трэшку для каждого поста из массива posts, который я возьму вот здесь. Здесь, кстати, здесь не надо говорить, потому что там и внутри, и как бы HTML-ки находят. Вот так можно писать. Из постов возьми по каждому посту, и для каждого поста создавай трэшку. И внутри мы будем сейчас говорить, чтобы создавался тд. Тд, тд, тд. У нас же три тдшки здесь. Типа, ID, title и этот. Здесь я скажу, здесь я скажу просто вот так. Это Блэйдовская. А, нет, не Блэйдовская. Это, кстати, тема внутри тоже этого работает каким. Вот, внутри, view тоже так надо писать. Post. У меня первый идет ID. Post ID и Post Title. Title и Post Content. Вот так вроде. Давайте попробую еще раз. DMP Run Dev. И запущу лороголго. Surf. Открою сразу код. Концой, потому что у меня, я думаю, что ошибка вылезет. А нет, ошибки нет, все нормально. Вот. Тут, 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 тут. В create перехожу, ничего нету. Сюда перехожу, обратно все грузится. Срабатывает метод hook created. Когда он достигает своей стадии create, он вызывает get-post. Здесь, кстати, еще можно view какой-то у меня, вот, когда-то устанавливал. Он показывает, что происходит во view, не знаю, что он там показывает. Вот он показывает, что я сижу, оказывается, в app view. И внутри, внутри роутера view подгружается индекс. Захожу в индекс и вижу, что это даты, да, в индексе посты. А вот, я захожу в индекс компонента, он показывает, что есть там какие-то методы. Он должен был здесь показать, какие методы есть, какие данные есть. Ну, короче, он в каком-то своем типе, в каком-то своем стиле он все это показывает. А по сути, он реально загрузил вот такую фигню с JavaScript, если смотреть. В общем, так, народ, примерно, я думаю, в общем, как бы понятно это все, как делается. Был последний урок. Я сейчас, давайте, сперва загружу, как бы, конец того урока, быстро сейчас видео сниму. Ну, и вот это потом будет последним, как бы, витосиком стоять. В общем, всем спасибо. Если что, пишите, я у вас там в Телеграме есть. Если вопросы будут, вот. Дальше посмотрим, что да как. Возьмите. Продолжение следует...